Облсовет превращается в режимный объект. Такой вывод напрашивается, исходя из последних событий на проспекте Шевченко 4А. Во время второй сессии нового созыва депутаты между кулачными боями оперативно приняли решение о расформировании структурного подразделения, отвечающего за связь с общественностью. Как теперь руководство регионального парламента будет поддерживать диалог с внешним миром? Большой вопрос. Наши коллеги выразили опасение, что следующий шаг разделения СМИ на своих и чужих, чего уже в стенах облсовета давно не было. Чем эта ситуация меня смущает и чем она опасна? Тем, что параллельно заговорили о том, что может измениться порядок входа и прохода в это здание. Если вы увидите, что уже в регламенте ограничили право депутатов городского и районного совета, то такая же очередь, скорее всего, может постигнуть журналистов. Вот, например, на следующий день уже есть какие-то списки, которые на входе нас записывают, регистрируют, кто, когда, чего, от кого пришел. Для меня это определенные вызывают вопросы, потому что я не понимаю, зачем собирать вот эти все данные. Сейчас на входе не подготовка ли это к тому, кого видеть, не видеть на сессии и в дальнейшем желают. Отметим, что Одесская облсовета недалеко ушла от облсовета в плане своей закрытости. После назначения Максима Куцева диалог УГАЗ со многими журналистами был весьма ограничен. Пресс-служба приглашенного губернатора оберегала своего начальника от назойливых репортеров. И сам экс-глава обл администрации был не всегда дружелюбным с прессой. Весной, например, он открыто запрещал работать в съемочной группе в своем кабинете, мотивировав это режимностью объекта. Во время своего представления старый новый губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий пообещал всячески сотрудничать со СМИ. Правда, пресс-службу председатель УГАЗ все еще не сформировал. Классическая черта, в принципе, за командой, как она сейчас работает. Это мы наблюдаем не только в отношении одного человека. Это в ряде мы можем наблюдать чиновников. В принципе, это системная ситуация. И я думаю, что она ускоряет, к сожалению, политические процессы и противостояния, которые, скорее всего, приведут даже в Киеве к определенным событиям.